позвольте поинтересоваться а какой сегодня день день воскресный день чудесный друзья всем привет прямо сейчас я вас познакомлю шикарной жизненной историей о недвижимости о судьбах людей все сюжеты которые мы снимаем про недвижимость на самом деле они дико поучительны потому что просматривая их внимание вы получаете опыт людей казалось бы один процент а как этот один процент может разрушить жизнь человека казалось бы ты покупаешь себе жилье и думаешь все слава богу я успел подставку 5 и 4 процента например как это было у многих а потом все может развернуться так что некоторые люди в прямом смысле слова сходят с ума и вот сегодня мы узнаем и послушаем что произошло с людьми мы сейчас находимся в городе риотов с точки зрения своего развития считается на самом деле вторым после москвы быта жизни инфраструктуры все на высоком уровне и так прямо сейчас вы увидите взрослый познавательный сюжет с полезной информацией вот зная ее вы уже будете готовы к завтрашнему дню ведь именно завтра с вами может произойти нечто подобное вот обратите внимание какой мощный и большой дом сколько же здесь семей будет жить а вот это инициативная группа которая сегодня пришла для того чтобы с нами пообщаться и рассказать вам в первую очередь о своей проблеме ребята вам огромное спасибо все те кто пришли сейчас мы с вами определимся кто нам будет поэтапно рассказывать сегодня у нас даже профигурирует в ролике представитель администрации который выскажется по вашей проблеме и мы надеемся что этот сюжет будет услышан и вы действительно в ближайшее время получите свои заветные ключики ждете ключи мы начинаем прямо сейчас знакомьтесь друзья один из потенциальных жильцов этого дома андрей казарин андрей расскажите пожалуйста нам вот всю историю чтобы людям было понятно в каком году начал строиться дом что это за застройщик вот эти вводные данные застройщиком данного дома является общество с ограниченной ответственностью строительная компания перспективной строительной технологии разрешение на строительство они получили в декабре 16 2016 года фактически строить начали в начале 2017 года жилой комплекс представляет собой один дом 25 этажный плюс цокольный этаж плюс технический этаж наверху то есть всего 27 по декларации четыре секции то есть четыре подъезда всего 651 жилое помещение дольщиков по документам 479 подземный паркинг детский сад какая-то подземного парка нет там потенциально разбили на кладовке первый второй этаж значит планировалась постройка детского сада общая площадь 950 квадратных метров на 50 мест а вкусах конечно же не спорят глядя на этот дом я уверен многие из вас напишут да нафиг он вообще нужен с точки зрения архитектуры он не особо красив с точки зрения своего размаха он действительно огромен при этом вы вдумайтесь в доме не предусмотрен подземный паркинг вот я вам показываю кадры с коптера вот посмотрите ну на территории дома на прилегающей в любом случае должна быть детская площадка подъездные дороги парковка и откуда жильцы этого дома здесь должны ставить автомобили это уже потенциально действительно будет большая проблема с точки зрения паркинга ангелин ты сейчас проживаешь в квартире которую снимаешь со своими подружками трехкомнатная квартира у тебя комната неподалеку здесь в ново косино в 2020 ты решаешь купить себе в этом доме квартиру в виде студии ребята внимание студия 28 квадратов сколько она была по цене на тот момент где-то 4 миллиона двести но я брала с ремонтом у меня получилось 4 800 лет и ты брала и в ипотеку на 7 лет да сколько тебе ежемесячно платеж сегодня 25 25 тысяч ты отдаешь за ипотеку плюс за съем комнаты сколько еще где-то 7 17 вот и пожалуйста ребята 42 тысячи будь добра дать пока ты ждешь свое непосредственно жилье я приобрел право требования на квартиру в ноябре девятнадцатого года предварительно я изучал естественно этот дом меня привлекло его расположение достаточно привлекательная стоимость я покупал квартиру не для инвестирования денежных средств а именно для проживания у меня большая семья пять человек поэтому я приобрел здесь трешку продав предварительно свою однокомнатную квартиру на северной стране риотов взяв ипотеку добавив и приобрел трешку всего стоимость трехкомнатной квартиры 89 и 87 квадратных метров составила 7 800 примерно 7 800 а сейчас вы проживаете в съемном жилье да сейчас я в городе железнодорожный проживаю в съемном жилье платите аренду платить ипотеку совершенно и ждете когда у вас будут ключики заветные от трешки правильно тогда ольга вячеслав владимирович вас тоже интересная ситуация на данный момент вы проживаете супругом у вас двое детей и родители и вы все вместе живете в доме ну соответственно желание адекватное купить отдельно жилье пожить своей семьей в 2020 году вы с мужем покупаете в этом доме двухкомнатную квартиру помните площадь и 70 квадратов почти цена была у нас по договору 6 800 вы ипотеку берет мы берем ипотеку соответственно первое сбережение которое у нас есть на первый взнос мы вносим берем ипотеку благодаря нашей ипотечные государственной программе под пять процентов вкладываем материнский капитал чтобы приобрести квартиру мы платим 25 лет по 38 тысяч рублей покупка квартир это всегда праздник для вас этот праздник обернулся в трагедию вот расскажите пожалуйста что случилось конкретно в вашем случае ну я начну немного загодя сначала чтобы так сказать получить понимание всей картины ситуации я представитель старейшей династии чревовещателей нашей стране мой дед родоначальник этого искусства григорий михайлович донской отдал 80 лет этому жанру награжден всеми возможными невозможными орденами и медалями его дочь моя бабушка подхватила жанр чревовещания работала и на целине и на байконуре имеет медали за оборону ленинграда за волховский фронт отдала жанру чревовещания 75 лет в награду за ее героический труд и на фронтах и в россии и за рубежом правительство еще во главе с брежневым передало ей в дар прекрасную квартиру на петровке в доме большого театра это дом мека всех деятелей искусства там свое время жили и утесов языки на другие высота выдающиеся мастодонты нашего театрального эстрадного искусства там моя семья жила всю нашу жизнь там родилась я там была моя мама которая тоже занималась этим искусством и мы все отдали этому жанру порядка 160 лет родился мой сын нам стало тесно и поэтому мы приняли героическое решение для семьи мы решили продать нашу квартиру и вот в качестве одного из портов где бы мы хотели жить это этот прекрасный дом мы выбрали реутов во-первых потому что это тихий замечательный красивый город здесь все уютно чисто прекрасно и дом производил впечатление идеального по готовности если вы поддерживаете подобные сюжеты ребята поддерживайте ставьте смело лайк и сейчас я вас кратенько познакомлю еще с одной полезной информации ведь многие задумываются о как вот сегодня денег зарабатывать честным трудом есть огромное количество различных предпринимателей которые готовы поделиться своим опытом и вот о них сейчас кратко пойдет речь особенно для всех тех кто любит просматривать качественный действительно полезный контент где нужно подумать прикинуть посчитать и самое главное в дальнейшем иметь возможность применить это на практике вот сейчас на ютюбе активно набирает популярность канал имя которого время пришло брат где два брата делают крутейшие обзоры на различные бизнесы с минимальными вложениями не только так например есть ролик про выращивание грибов в гараже а есть про пункты выдачи яндекс маркета ребята делают акцент что в своих роликах они стараются показывать все реалии бизнеса всю правду без вот этих сказок про успешный успех на канале ответы на все ваши вопросы сколько нужно вложить денег его купили за 11000 что только того потом мы взяли гастрорак тысяч за 14 какие трудности тебя ждут вырывают просто с металлом купюрники охранники реально они просто боятся детей сколько ты будешь зарабатывать за май и мы вчера с менеджером посчитали семь с половиной миллионов выручки а еще прямо в ролике они ищут место для аренды конкретно того бизнеса о котором идет речь в сюжете так гараж подвалом получается вот есть 6000 подходит нам такой стичь норма поставщиков товара купить у вас это постельное белье и там дальше его реализовывать на вайлдберрис и пытаются найти клиентов я занимаюсь производством шампиньонов могу я вам привести показать может быть вам это интересно будет у себя в пиццерии а также если хотите показывают все секретные фишки этого бизнеса которые могут помочь в развитии если мы зайдем на карточку и жмя к нему сюда мы увидим в какой день сколько заказывали и сколько у этого человека остатков ну и самое главное это подача материала легко информативно по существу все как вы любите сейчас попробую выиграть арама стрижку откуда пошел миф что шаурму делают из этого ребята сейчас мы приготовим кофе под руководством юли и своих роликах они разыграют не вот эти вот mercedes и бэхи audi в самых базовых комплектациях за комментарий они разыгрывают возможность пообщаться с владельцем бизнеса допускай конечно позвонит дам свой личный телефон и поговорим у вас будет прямая связь с человеком которому вы сможете задать все вопросы вот заинтересовал к темы написал выиграл пожалуйста общайся и получай внимание ценный опыт время пришло брат лучше название под такой канал и не придумаешь все ссылочки ждут вас в описании обязательно поддержите ребят подпиской ведь отписаться вы всегда успеете в описании в первом закрепленном комментарии подписывайтесь на канал и получайте полезную информацию а на сколько процентов из 100 дом распродан не в курсе жилые помещения проданы все все да но следует учитывать что как показывает аналитика мы изучали выпуску не только я инициативная группа там существовали определенные схемы и до сих пор определенная часть квартир числится на юридических лицах то есть мы понимаем что это не физические лица дольщики а юридические лица вот и они до сих пор по выписке за гренд числится собственниками некоторых квартир там порядка десяти нам сегодня люди рассказывают о том что ударными темпами шло строительство еще даже в 2020 году приходила ангелина смотрела стройка идет сомнений не было что дом не достроится в какой момент вы получили первый сигнал о том что стройка встала на тормоза ну с началом пандемии на самом деле если говорить в хронологическом порядке 17 18 год стройка шла первая задержка строительства была в начале 19 года однако она была незначительная и и к тому моменту как я подошел к этому дому стал изучать его характеристики и темпа строительства это лето и начало осени стройка продолжалась активно шли монолитная работа заливались этажи межэтажное перекрытие поэтому я и с учетом там репутации отдельных лиц кто стоял за этой фирмой я решил на эту сделку да в 19 году она активно строилась в конце в двадцатом году тоже строилась потом как мы все знаем наступила пандемия темпа замедлились по естественным обстоятельствам в конце двадцатого года они возобновились однако уже не такими активными темпами и в двадцать первом году вроде бы первые полугодия они шли ни шатка ни валка и к лету двадцать первого года они сошли до 0 насколько я знаю вот поправьте меня пожалуйста в чем вопиющая ситуация данного сюжета что согласно новых поправок если дом прямо внимание ребята это очень важно построена готовность не более 80 процентов то его обязаны доделывать например если у дома готовность до 80 процентов то вам как минимум могут дать просто-напросто компенсацию в виде денежных средств компенсация считается индивидуально и вроде как до свидания ваш дом семьдесят девять процентов и вот этот один процент сейчас вообще играет не в вашу пользу вот прокомментируйте как так получилось да я готов прокомментировать смотрите с значение в 79 процентов строительной готовности дома возникла у госстройнадзора главстройнадзора московской области опять же это не экспертная оценка это всего лишь примерные расчеты их которые они произвели или в девятнадцатом или двадцатом году с тех пор достаточно большой объем проводился как внутренних работ так и внешних если мы видим что фасад с этой стороны он закрыт минимально но с той стороны дома закрыт достаточно большая площадь закрыта то есть мы так сказать обоснованно рассчитываем что данный процент значительно вырос с того момента однако окончательную цифру покажет только строительная техническая экспертиза мы с вами не эксперты мы можем только может быть выдавать желаемое за действительное вот что касается законодательных законодательной подоплеки значит фонд развития территории считает законным два способа установления прав дольщиков это первое выплаты денежных компенсаций и второе финансирование мероприятий по завершению строительства как показывает практика я вот общался с дольщиками из других жека денежная компенсация которую насчитывает фонд не удовлетворяет интересам 90 процентов дольщиков и это действительно так если смотреть экономическую составляющую то в нашем доме 30 тысяч 800 жилых метров квадрат квадратных метров жилья имеется ввиду если взять минимальную стоимость паре у того 100 тысяч за квадратный метр даже с учетом неполной готовности нашего дома то мы понимаем что сумма компенсационных выплат составит более трех миллиардов рублей просто арифметика нам дает право делать такие выводы при этом гранель значит продавая три корпуса возле новой эстакады продает их по цене 200 тысяч за квадратный метр что немаловажно поскольку при расчете рыночной стоимости берется стоимость аналогичного жилья в данном районе вот но к сожалению и практика это показывает оценка производится силами эксперты организации аффилированной с фондом развития территории это значит организация полномочный орган которая призвана решать вопросы с дольщиками и эта оценка непрозрачна это строительная техническая экспертиза фонд и и не дает дольщикам ссылаясь на положение о конфиденциальности с исполнителем и получить ее возможно только судебно процессе по заявлению сторон потом когда дольщики хотят оспаривать значит значение этой строительной экспертизы и размер компенсации понимаете что после драки кулаками не машут и эффект от этого намного меньше чем был бы тот если бы эта процедура была бы проведена в прозрачном поле до совместно с дольщиками и так далее а вот здесь сейчас сухая выжимка которую вам важно понять вот я скажу вы меня поправьте себя неправильно скажу самое страшное что может с вами случиться что развернется все так что вам скажут мы вам даем компенсацию компенсация будет непонятно какая может быть это вообще вам скажут 70 тысяч за метр и все могут и таким образом вам вернут деньги на которые вы сегодня ни хрена ничего купить не сможете а вы при этом уже платить и ипотеки и аренды уже понесли потери после чего дом настраивается его заново продают уже по новым ценам а так и будет так и будет так и будет единственный момент это самое страшное чтобы единственный момент ради справедливости я должен отметить значит государство не может мне выплатить деньги менее той цены который я тратил по ддву покупал но опять же есть тоже есть момент я покупал напрямую застройщика по договор долевого участия у нас большое количество дольщиков которые покупали квартиру мы будем так просто быть покупали квартиры по договорам переуступки то есть до них в цепочке между застройщиком и ими были несколько прокладок так вот значит государство и фонд развитие территории в качестве основополагающего суммы ниже которую не может берет сумму первого договора то есть по которой с кп ст застройщик продал первому покупателю там это может быть допустим три миллиона а конечный дольщик может купить и за пять так вот ему дадут не не меньше пяти они менее трех вот я всегда говорю что в каждом вопросе нужно детально разбираться вникать постоянно идут какие-то обновления происходят какие-то поправки когда мне написала ангелина о том что теперь есть поправка и серии что все что достроено более 80 процентов идет дальше если до 80 процентов остановочка и начинаются вопросы в сторону условно не людей и когда я узнал что у них 79 процентов а нужно 80 я думаю офигеть вот на ситуация тебе один процент один процент который может перевернуть жизни людей экспертиза как правило ну честно положа руку носится можно сказать что не отражает ту который так спите за который проводит фонд не отражает истинном положении вещей и занижает и процент готовности и стоимость рынка мы дольщики с учетом опыта не верим фонда развития территории правительственном уровне на уровне там субъекта все утверждают что выплата компенсаций это один из способов восстановление прав дольщиков на самом деле он этим не является и только для незначительного количества дольщиков он является удовлетворительным способом а большинство дольщиков крайне против данного метода поскольку он не отражает ни капли значит соответствует процессу установления их прав и на полученные деньги невозможно купить аналогичное жилье невозможно ребята у нас есть потрясающая возможность пообщаться с владимиру михайловичем здравствуйте это замглавы администрации по строительству владимир михайлович люди говорят то что вы с ними на связи но вот в их присутствии скажите пожалуйста вот вы как представить администрации как вопрос у них будет решаться идут им на встречу есть какая-то информация более подробная по дому на более подробную информацию есть буквально вот свежие вчерашнего дня мы общаемся с ними уже давно как началась просрочка строя даже и до этого встречались на доме нам строитель обещали естественно обманывали нас мы немножко их обманывали но когда поняли что строитель уже не достроить дом глава начала искать потенциальных инвесторов кто достроить на каких-то условиях предложения были на достройку нескольких компаний но к сожалению мы не могли ничем компенсировать их не затраты настоящий момент есть договоренность с министром жилищной политики московской области федотова и на юрьевной которые вчера главу поддержала и сказала что компенсирующий участок для инвестора который достроит этот дом найдут другом городе московской области поэтому с сегодняшнего дня буквально начинается вот такая кропотливая работа что министерство ищет участок или какие-то другие условия для компенсации застройщику лова будет предлагать застройщиков которые достроит этот дом я думаю все таки вот это вот эпопея с дольщиками от детей много здесь до конца года все-таки она закончится и жители смогут в начале года въезжать уже то есть вот самый такой наверное стандартный частый вопрос который вы слышите когда мы получим свои ключи я надеюсь и я надеюсь вот по информации то что вчера министр сказала если все пойдет нормально я думаю за июль месяц вопросы эти будут решены если по объемам работу по достройке то принципе здесь немного работ за 45 месяцев здесь все можно завершить самое главное летние работы надо было устройство до зимы потому что ноябре декабре можно внутри там где-то края что который главное до зимнего периода сделать благоустройство на улице сети здесь практически все заведены и все спасибо вам большое ребят представитель сказал ориентировочно до конца года доверяете главе вашему главе заместителю верите дай бог ведь в дальнейшем будут выборы правильно и вы их наверно с удовольствием поддержите если они в данной ситуации поддержат вам вам спасибо большое вам надо ехать дальше а нам нужно снимать дальше кирилл батя леонида и батя ребята сделал шикарный подгон сына вдумайтесь покупаете его трешечку ему за 7 миллионов сколько там 10 тысяч рублей в каком году 19 год 30 августа я внес сюда деньги честно заработанная наличка более того не только мной заработанные сын начал работать для идут помогать мне купить эту квартиру еще когда ему было 15 лет когда другие дети ездили отдыхать там на моря и летом океаны летом да он ездил убираться в кафе работать официантом он на стройке разгружал кирпичи очень хотел эту квартиру потому что в общем то планировалось у него впоследствии конечно же молодая семья как у всех нормальных людей дети я мечтал о внуках сейчас вообще я даже не представляю себе я сам живу в двухкомнатной маленькой 40 метровой квартире ну так сказать заводить туда нескольких внуков чего хотелось бы очень мне как деду вот я не не даже представить а сын где сейчас живет сын по ему приходится жить у девушки в маленькой квартирушки ну сколько у нас лет в 19 будет 20 самостоятельно дает участь 19 лет уже девушка отношения вместе живу ну не у вас там на шее рядом с вами нет нет конечно он работает вы когда сюда приезжали покупать вы вместе приходили правильно конечно вот помните вот эти ощущения когда дом строится стройка идет вам менеджер по продажам рассказывает и очень больно приятные были ощущения такой был подъем очень этого хотелось очень мечтали просто об этой квартире конечно кто-то из вас скажет 28 квадратов как это мало когда-то я снимал обзор на свою квартиру однокомнатную который не было такой площади некоторые говорили ого как мало сейчас по 18 до по 20 квадратов дело студия говорят то что вообще будут даже и по 12 и серии пришел переночевал и ушел ангелина расскажи вот историю покупку почему в этом доме как-то вообще его нашла почему этот район я снимаю квартиру в новокосино это получается москва но вот недалеко от этого района вот я часто была в риотове и поняла что я хочу квартиру именно в этом районе потому что тут пешая доступность до метро это для меня важно было поскольку у меня нет машины вот развитая инфраструктура то есть я не хотела квартиру где-то в полях где еще вокруг не магазинов ничего нет добираться на маршрутке до метро я хотела чтобы именно вот была развита инфраструктура поэтому у меня в принципе особо выбора не было и у меня сразу вот взгляд пал вот именно на этот дом вообще на самом деле я на это дом еще смотрела ну до двадцатого года еще за несколько лет но меня смущало то что застройщик неизвестные я боялась что могут не достроить вот а потом как раз таки когда я увидела что стройка активно идет и плюс еще в двадцатом году сделали льготную ипотеку вот после к вида и по льготной ставки я как раз таки решила уже что можно приобретать жилье потому что степень готовности очень высокая ну и навряд ли как бы такое дом не достроит на тот момент мы выбирали между двумя городами это вот вот этот вот мужика юбилейный в риотовую и в железнодорожном посмотрели как бы до что по цене ну они примерно одинаковые но там была вторичка и поэтому процентная ставка была выше и мы не могли как бы себе позволить платеж ежемесячный выше вот и пал выбор на этот жека мы понимали что это может быть долгостроем потому что стройка на тот момент уже вставала до этого вот но мы надеялись то что мы защищены как бы до fz 214 до что непосредственно ну государство в любом случае достроит там не через год не через два значит через пять но к сожалению а потом нагрянула пандемия мужа немножко сократили зарплату связи с удаленной работой кое-как мы выправили эту ситуацию финансово при помощи родителей как бы до влага до тоже да потом более-менее все наладилось и когда мы начали посещать уже собрание поняли что стройка не идет то там всплывали какие такие факты до непонятного застройщика что там какие-то деньги куда-то пропали в размере 629 миллионов рублей что можно сказать про администрацию нашего города города риотов это действительно люди которые всегда готовы на диалог с дольщиками вот на данный момент я могу это констатировать четко ну например у главы города вообще так сказать не как везде проводятся встречи с жителями формате личного диалога с завидной периодичностью и на этих встречах любой житель может подойти и задать вопрос чем конечно мы дольщики пользуемся кроме этого организуются отдельные встречи с дольщиками с учили с участием главы города и вот замглавы по строительству по камен владимир михайлович кроме того значит я лично как член инициативной группы обращался к замглавы согласовать нам оказать помощь в предоставлении помещения для встреч дольщика с юристом и это им было сделано сделали да кроме того мы у нас есть об этом документ значит глава города своей подписью отправил письмо на имя цицына это глава фон развития территорий где он выразил просьбу основанную на мнение дольщиков о том чтобы они включили механизм именно достроя не выдачи компенсации достроя это факты от них никуда не денешься и они позволяют нам говорить о том что администрация на нашей стороне да многие дольщики недовольны тем выражают недовольство в том что администрация обещает но ничего не делает но давайте будем откровенны к сожалению не все в силах нашей администрации учитывайте что город риотов один из самых густонаселенных городов не только россии но говорят и европы и свободных участков которые бы администрация могла дать в качестве компенсации тому застройщику который сюда придет за свои деньги будет достраивать но их в черте города но практически нет мы приобрели квартиру это было счастье двадцатый год это было счастье дом сначала строился просто невероятными темпами но потом в конечном итоге совершенно занял замер и прекратил строительство вообще моя мама поняв какую страшную ошибку она совершила потому что эта квартира на каретном ряду в доме большого театра это не просто было жилье это была гордость семьи что нас признала россия что на наше искусство призвано она потеряла рассудок у меня есть документы которые я передала в аппарат президента за личной подписью мамы она там как-то так сказать поставила крестик она очень сильно сейчас заболела она больна психически она эта трагедия в семье потому что человек заслуженная артистка россии она прекрасно себя держала на актриса марина скажите просто а вы покупали здесь квартиру сколько комнат 1 2 3 я купила специально две квартиры небольшие однокомнатные для того чтобы в одной квартире жила моя мама я живу рядом нам было бы очень удобно понимаете и второе вторую квартирку небольшую мы купили для ее внука моего сына целью что может быть когда-то он женится и будет жить тоже то есть мы все были бы рядом а продав ту квартиру вы это сейчас где получается живете квартира настолько была великолепна и прекрасная понимаете почему с ней это случилось потому что она нему это невозможно просто пережить что мы у нас хватило денег и на то чтобы расселить меня с мужем и на то чтобы покупать купить квартиру маме а теперь уже она в таком состоянии что я думаю что если вдруг придет такой прекрасный день и квартира все-таки будет достроена то в одной квартире будет жить мама в другой ее сиделка потому что она к сожалению не дееспособна это страшное дело застройщик который строил обанкротился до 9 июня арбитражным судом московской области было принято решение о банкротстве и введении процедуры конкурсного управления 2022 года да вот буквально и чтобы вы понимали значит для того чтобы достроить дом сейчас ищут застройщика который это сделает за свой счет да ему в качестве компенсации дадут какой-то земельный участок да на котором он сможет построить новый дом и потом продать то бишь так ну да ну будем так говорить компенсационный механизм да и этот компенсационный механизм по инициативе главы города обсуждается с между политики московской области вот в лице министра федотовой ирина аркадьевна и вот как мы знаем как нам сказал сегодня голова замглавы что определенные договоренности по этому поводу достигнуты и мы возлагаем на это очень большие надежды ждем что действительно она есть в области нас не бросит андрей а фигурировала такая информация что застройщик предыдущий но который обанкротился якобы вывел что-то порядка 650 миллионов рублей есть такая информация ли тут откуда она взялась могу сказать значит в ноябре девятнадцатого года так совпало что это тот момент когда я принимал решение о покупке произошла смена бенефициаров то есть из этого общества вышли старые учредители и в этот проект зашли новые выходцы из башкирии два брата денисовых будем так говорить один из них который стал учредителем и генеральным директором и проверка проведенная главным управлением госстроенадзора московской области выявила расходование нецелевым образом 629 миллионов рублей однако объективно говоря и надо так сказать справедливо относиться к этому данные денежные средства были выведены до вступления вот этих новых бенефициаров в управление обществом поэтому все вопросы по ним в области там уголовного преследования должны лежать к нежным прежним бенефициарам да значит новый бенефициар в полной мере являются как бы правоприемниками в кавычках конечно да поскольку юрлицо не поменялось однако и к ним можно гражданские претензии предъявлять то есть они полностью несут все обязательства по дострою но претензии по выводу 629 миллионов в уголовном порядке стоит проявлять наверное прежним владельцам что на самом деле это пугает ладно бы обманули на этапе котлована можно было бы сказать но куда у полезно было подождать ну так самый прикол в том что некоторые приходили когда дом уже был поднят что уже казалось бы полгодика годик и будет все готово вот что пугает именно поэтому ребята наматывайте себе на ус иной раз ну реально лучше переплатить то бишь дождаться пока дом построят он будет сдан чтобы ты мог прийти увидеть тот самый подземный паркинг того что для многих это прямо действительно счастье когда ты приезжаешь у тебя есть свое личное парковочное место куда ставишь автомобиль только ты и никто другой а у некоторых дом сдан приходишь а паркинг топит а еще на цоколе как правило делают кладовки которые тоже топит это у нас следующий сюжет вот уже в москве приедем покажем потом начали приходить письма некоторым дольщикам что они должны денег застройщику мы были конечно потрясены потому что мы ждали этого письма да там у всех были разные суммы вот и соответственно потом нам принимают поправку в закон который говорит о том то что извините но квартиру вы скорее всего свои не получите получите компенсацию и получается все эти деньги которые мы переплачиваем проценты до материнский капитал просто гасит отход да то есть материнский капитал который мы внесли он просто сейчас пока вот перекрыл нам процент которому выплатили за ипотеку то есть вы не узнавали допустим данной ситуации если например вам будут компенсации это вам этот материнский капитал обратно как-то верно должны до вернуть на моего должны вернуть нам его в пенсионный фонд, только непонятно как. Есть такая, ну, я бы я пока не разбиралась в этой ситуации. Ольга, вот вы попробуйте передать просто людям вот эти вот эмоции, когда ты узнаешь, что ты платишь, 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 и потом хренакс, и тебе говорят, фигу тебе, стоп. Ну, да, то есть, как бы лично наша семья была потрясена тем, что мы пытались, ну, мы как бы возлагали надежду на наше государство, что вот, пожалуйста, вам льготная ипотека, материнский капитал, мы берем ипотеку, за это время цены выросли очень сильно, ипотека сейчас тоже подросла, и сейчас просто наша семья в таком негодовании, в таком, ну, как бы, да, стрессе, что на данный момент, получается, мы себе не можем позволить купить здесь квартиру, а опять мы поедем к родителям, и в их городе будем там покупать квартиру. То есть, мои дети сейчас, ну, должны были быть хоть с какой-то частичкой квадратных метров, а по факту они, как бы, сейчас без всего. Ну, Ольга, вы пока не забегайте вперед, надеемся. Я в родине надеюсь. Да, на администрацию, на вашу, что они за вас там поборются, и действительно вам этот дом будет сдан. Муж-то что, скалывает на работе сейчас? Сейчас еще у нас печальная ситуация, потому что у мужа связана работа с границами, то есть с перевозками через границу, фирма его, можно так сказать, на шагу тоже к банкротству, и сейчас, на данный момент, ему задерживают зарплату, и нам приходится, ну, как бы, да, опять занимать денег, чтобы загасить ипотеку. Короче, одно за другим. Да, одно за другим. Не весело. И, то есть, да, как бы, мы еще год целый будем в подвешенной ситуации, как бы, да, или полгода, пока фонд не примет решение. Вот. И за это время, ну, ежемесячный платеж никто не отменял. А ипотечные каникулы нам не дают, потому что у нас сумма, как бы, ну, больше, я не помню, какой точно цифры. Короче, хрен вам, а не каникулы. Да, а ипотечные каникулы нам никто не дает, потому что мы считаемся богачами. А, богатые. Да, мы богатые люди, взявшие квартиру, ипотеку под 5%. Прикольно, блин. Слушай, ты говоришь то, что инфраструктура. Что у нас здесь? Рядом станция метро. Сколько до нее вот отсюда идти пешком? Спокойным шагом минут 15. Если быстро, можно за 10-12 дойти. Железная дорога, это что такое? Это станция Реутова. До нее минут 7, наверное, идти. Это электричка? Да. То есть, пожалуйста, остановки. И скоро должны диаметр пустить тоже тут. Ага, остановки поблизости, правильно? Все реально, да. Если бы тебя сейчас так же, молодые ребята, спросили бы, Ангелина, ну вот посоветуй нам, вот допустим, я сейчас хочу себе что-то купить, к примеру, на что бы ты посоветовал обратить внимание людям? На вторичку. На вторичку лучше, да? Да, я бы взяла, наверное, вторичку, хоть там и ставка намного выше, но это хотя бы гарантия. Ты заезжаешь? Или ты уже заехал, сделай ремонт, и пожалуйста, да? Вот такая история, ребята, поэтому делайте выводы, как бывает. Казалось бы, вот да, приезжаешь, смотришь, да блин, готовность уже, вот, облицовку доделывай, внутрянку доделывай, все, ключи вручай, люди довольны. А вот тебе, опа, и вот такая фигуля. И висит сейчас над людьми вот эта опасность. То ли сделают и помогут, то ли не сделают вообще. То есть переживания, это, подчеркиваю, еще много жильцов у вас, у которых там чуть ли не нервный срыв уже идет, потому что это мы, сегодня еще солнышко, люди так вот нам попались более позитивные. Вот женщина рассказывала, мама у нее с ума сошла, уже, да, пока ждали квартиру, поэтому тут ситуация не самая приятная. Вот вы вот честно, вот на душе, как вот сами думаете, все-таки доделают и дадут вам ключи, или все-таки будет худший вариант развития событий, что вам будут компенсации пытаться давать? Я верю, что достроят, опять же, с участием только правительства на Московской области. Так сказать, их в наших судьбовых руках, и именно для этого мы прибегаем к вашей помощи, поскольку только вот помощь таких активных блогеров, как вы, значит, освещение в средствах массовой информации, наши проблемы позволят привлечь внимание и не остыть этому вниманию со стороны чиновников разных уровней. Ребята, еще раз скажу, что я лично ни в коем случае нигде никогда не ищу конфликты, мне не важно, да, показать только лишь негатив, плюсы-минусы и то, как это бывает, чтобы вы в дальнейшем учились вот на чужих ошибках. Один процент выплаты, вот наматываете на ус, покупка квартиры с документами, вот Андрей сегодня рассказал, как бывает, как можно вместо 5 миллионов получить 3, поэтому это очень важно. Андрей, а вы вот в случае не чиновник? Нет. А вот очень похоже, вот речь у вас хорошая, одетый вот такой статный мужчина, вот прям как будто вы сам мэр какой, нет? Нет. Вам спасибо большое, надеюсь то, что ваш вопрос будет решен, и потом вы все вместе скажете и администрации, и новому застройщику, большое спасибо. Неожиданно, но совершенная трагедия, совершенная трагедия. Продала свою, ну как родину продала, потому что это, ну 70 лет они жили в этом доме, 52-го года он был построен. Ну а по-другому тоже, да, как купить денег тоже наверное нету, чтобы спокойно идти так жилье покупать. Конечно, так мы ничего ни у кого не просили, мы сами, хотя ей положено вероятно, она с такими медалями, такой заслуженный человек, мы во всех энциклопедиях, в музее Бахрушина есть наша выставка, мы просто решили из центра перебраться сюда, мы, нам здесь очень нравится, это прекрасный город Реутов, и администрация всячески способствует, но вот видите, к сожалению, так получилось, совершенная трагедия, совершенная. Мало того, нравится этот город, мне нравится здесь жить, здесь все очень удобно, очень хорошая инфраструктура, магазины, школы, там я уже о внуках говорю, вот, конечно, очень хотелось приобрести здесь, вот в этом доме, он красивый был очень на проспектах, рекламных, на рекламных проспектах, да, очень красиво об этом, о нем рассказывали, в общем, очень хотелось, конечно, приобрести здесь квартиру. Сын-то сам что говорит? Сильно переживает? Сильно переживает, из-за этого у меня на этой почве чуть не случился инсульт, там два года назад произошел микроинсульт, когда стало понятно, что не достроится эта квартира. И представьте себе ситуацию, когда ты отдаешь 7 миллионов рублей за трехкомнатную квартиру хорошей площади, а сейчас тебе могу сказать, смотри, 7 миллионов, и то это в лучшем случае, внимание, в лучшем, в худшем, это могут дать еще меньше. Не забывайте ровно про тех, кто уже покупал квартиру с переуступкой, там совсем другая история. Итак, сегодня мы с вами познакомились с еще одной невыдуманной историей. Казалось бы, город Реутов, обжитой, хороший город, дом, один из единственных, который здесь строится, здесь очень мало свежих строек. Тем не менее, происходит вот такая ситуация. Я искренне надеюсь, что администрация города совместно с правительством Московской области сможет помочь людям найти инвестора, достроить дом, ему дать компенсацию в виде отдельного земельного участка. К слову, ребята, на самом деле, я бы очень сильно хотел бы снять совместный ролик, например, с администрацией. Так, с правительством Московской области или с администрацией города Москвы, где можно было бы по-живому прокатиться и сказать, давайте посмотрим проблемные объекты, посмотрим объекты, которыми вы лично гордитесь. Каково это, работать во власти? Ну, чтобы это было объективно открыто, чтобы можно было задать живые вопросы. Вот напишите, в первую очередь, вы в комментариях, а нужно ли вообще делать такой сюжет или это однозначно, сразу будет заказуха, сразу власти проплатили. Если же вы вдруг работаете в администрации и вам интересно попробовать сделать вот такой вот открытый ролик, пожалуйста, все контакты со мной в описании. Вот такой у нас сегодня получился выпуск. Вот так вот в жизни бывает. Один процент и еще угроза того, что может все развернуться, как говорится, взад. Ребята, наматывайте на ус себе эту информацию. Я вам напоминаю, что в описании вас ждет ссылочка на канал «Время пришло, брат», где вы действительно узнаете много полезной информации с точки зрения развития своего малого бизнеса. Подписывайтесь обязательно на канал, ставьте лайк, если вы этого еще не сделали, пишите ваше мнение в комментарии, все контакты на инициативную группу также ждут вас в описании, все контакты со мной тоже там же. Не добавить, не убавить. На сегодня у меня все. До новых встреч всем. Пока-пока.